Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Коллеги, уважаемые мои, писать дословно все, что вы видите на доске не нужно в формате PDF, презентация на странице группы по окончании семинара сразу появится. То, что сразу не выкладываю, я могу чего-то добавлять. А вот если мысли, комментарии, которых на слайде нет, то тогда, пожалуйста, можете фиксировать. Итак, рассмотрим, как правильно составлять профиль компетенции, для чего и что это такое, на что обратить внимание. Рассмотрим вопросы, структуру интервью, когда к нам уже пришел, будет соискатель, какие вопросы ему задать, на что обратить внимание. Рассмотрим такой интересный вопрос, как метапрограммы, как их проанализировать при беседе с соискателем. Узнаем, что такое пропозиции или подтекст. И посмотрим на особенности проведения кейс-интервью, которая сейчас популярна, модна. Мне хотелось бы, чтобы каждый руководитель имел возможность им пользоваться. А как вы видите, начинаем мы с такого вопроса, как профиль компетенции. Что же это такое? Дело в том, что сталкиваюсь с тем, что зачастую руководитель, обращаясь к HR-сотруднику, зачастую говорит, а найди мне там, мне нужен хороший продажник или мне нужен там классный инженер. Что стоит за этим понятием? Зачастую специалист отдела кадров должен догадаться сам. А что он делает? Он открывает профиль должности в интернете, либо в консультационных системах, смотрит, что написано в должностной инструкции, и, соответственно, ну, плюс свой личностный опыт ищет соискателя. Но совсем не факт, что именно такой человек вам нужен. Ведь посмотрите, пожалуйста, именно вам, как руководителям, будь то компании, будь то подразделения, предстоит работать с этим человеком. И именно вы знаете, чем данный человек будет заниматься в вашем отделе. Ведь зачастую при абсолютно одинаковом названии должности в разных компаниях функционал отличается. Вы знаете, конечно, могу приводить примеры из инженерных, из инженерной терминологии, но тогда я потеряю половину аудитории, как очной, так и заочной. Есть такая профессия, которая на первый взгляд знакома, кажется, знакомой всем. Специалист по продажам. Продажник, он же продавец. В одной компании это тот специалист, который обслуживает клиента. Клиент пришел, мне говорит, а мне нужно то-то, я говорю, замечательно, и моя задача – качественно удовлетворить его потребности. То есть продать товар, выписать, оформить документы и так далее. В другой компании наш специалист по продажам, прежде чем продать, должен его найти. Сначала это нелегкий труд. Уговорить, убедить, приобрести именно у нас, а не у другой компании. Но при этом у него есть уже база данных, накопленная, может быть, предыдущими сотрудниками, может, купленная компания где-то, и он обзванивает этих клиентов, предлагая им. Здесь уже совсем другие навыки нужны, потому что нужно убедить. А в третьей компании нужно еще этого клиента и найти. То есть вообще провести поиск интернет-источников, открытых ресурсов, а кому бы позвонить и уходит полдня на то, чтобы сформировать этот скисок. Функционал абсолютно разный, и критерии, предъявляемые этим людям, также будут абсолютно разные. Поэтому и абсолютно в любых профессиях та же. В одной компании IT-специалист – это тот, кто обслуживает сети, то есть реальные проводянки, железо, которые есть у компании. У другой компании – это, как у нас должность называется, так же, но это человек, который занимается еще поддержкой интернет-ресурсов. А в третьей компании – это человек, который должен разбираться в автоматизации бизнес-процессов. Это и работа автоматизации бухгалтерии, отдела продаж и поддержки СРМ, систем там 1С и так далее, ERP-систем. То есть это совсем другой функционал, а формально должность называется одинаково. Поэтому очень важно, прежде чем искать соискателя, составить как раз-таки профиль компетенций. Компетенция, посмотрите, пожалуйста, это все проявления, абсолютно все проявления человека в поведении на работе, которые непосредственно влияют на достижение результата и его качества. Компетенция могут относиться как навыки, личностные особенности, способности, темперамент, ценности и мотивации. Соответственно, я рекомендую своим слушателям на курсе руководителя структурного подразделения, прежде чем мы будем составлять структуру подразделения, прежде чем, я имею в виду оптимальную структуру, прежде чем мы составим должностную инструкцию, систему мотивации, определиться, а какой будет, какой результат должен быть у нас из отдела на выходе. И далее составить технологическую карту, это на один из способов описания бизнес-процессов, то есть фактически описать действия, которые приведут к данным результатам. И вот только потом, видя, а какие действия сотрудник совершает в нашей компании, в нашем отделе, в нашем коллективе, мы уже можем понимать, а для этого действия какие нужны навыки, знания для его качественного выполнения. Это мы дали определение компетенции, а когда употребляется термин профиль компетенции, то имеется в виду набор основных компетенций, которые обеспечат успех сотрудника при выполнении определенных видов работ и, соответственно, в определенных условиях, то есть именно в нашей компании, с нашим товаром, с нашими коллегами и стилем руководства, который не с тобой, с нашими клиентами. Поэтому зачастую, как я уже сказала, рекомендую для описания профиля компетенции использовать так называемую модель РДХ, то есть результат действия компетенции. Не сразу мы начинаем думать, а какой нам сотрудник нужен, потому что здесь велика вероятность копирования шаблонов, то есть, ну, считается так, чтобы был хороший сотрудник, мне нужно, чтобы высшее образование знал английский, а это действительно вам нужно. Ведь пока вы не задались вопросом, а какой мне нужен результат, какие действия должен делать человек, чтобы получить этот результат, вы не поймете, а какими компетенциями он должен обладать. Ну, давайте с вами вместе попробуем, придумаем что-нибудь уникальное. Давайте предположим, что нам нужна, а мы откроем такое некое, как же это назвать, не приворот-отворот, а гадальное бюро, и у нас будет сидеть гадалка, которая при помощи яблочка катающегося по блюдечку золотой каемочки консультирует клиентов. Они к мне приходят с разными вопросами, и выйдут ли я замуж, и будут дети, и повысит ли мне шеф зарплату, и стоит ли мне искать другую работу. Вот давайте подумаем, наш результат какой? Чтобы клиент ушел доволен консультацией, чтобы почему он давал нам хорошие рекомендации, сработало сарафанное радио, к нам приходили другие клиенты, чтобы наш бизнес работал стабильно. Какие действия для этого должен выполнять наш сотрудник-сотрудница? Ну, первое, конечно же, она должна уметь пользоваться этим самым блюдечкой с яблочком, ну, иначе он не сможет получить результат. Второе, он должен уметь интерпретировать эти результаты, то есть показали там блюдечка горы, значит, нужно интерпретировать, предстоят вам препятствия, скажут, и нужно понять, если горы в снегах, то на работе, если в зелени, то в личной жизни. Ну, это моя фантазия на вольную тему. А далее, посмотрите, пожалуйста, мало того, что результаты интерпретировать, нужно в зависимости от психотипа клиента корректно донести, чувствовать клиента. Кому-то может быть мягко объясняя, успокаивая, кому-то прямолинейно и так далее. То есть у нас получилось три действия. А вот теперь мы можем требовать компетенции. То есть если действие работать с блюдечком, вот я пишу в компетенции. Требуются специалисты, умеющие, то есть окончившие курс по владению блюдечком с яблочком и имеющие опыт не менее чем. Почему мне нужен опыт? Потому что мой сотрудник будет работать самостоятельно. Если это у меня целый отдел, то есть мы массово оказываем условия во главе с Василисой, которая ходит, премудро я имею в виду, которая ходит между рядами, тогда вполне возможно достаточно одного образования, потому что она, если что, спиритирует, и этот опыт позволит приобрести нашей компании. Если же это индивидуальные консультации, то, конечно же, мне нужен опыт, чтобы исключить вероятность ошибок. А уж если мы открываем удаленные филиалы, там по франчайзе, то, конечно, мы требуем опыта возможной предварительного сдачи экзамена. Далее, посмотрите, пожалуйста, интерпретация. Вот интерпретация данных требуется знание и, опять же, опыт, который мы проверим. Ну и, конечно же, монопейшинг-компетенции должен знать психотипы клиентов и способы работы с разными типами клиентов. Обратите внимание, про остальные факторы я молчу. Они в данной работе не важны, не нужно их приписывать. И в то же время, ведь если переложить на жизнь, зачастую пишут сразу умение работать с компьютером. А ваша должность связана или нет? Опять же, если это специалист действительно, но многие офисные сотрудники производства нет, офисные сотрудники работают с компьютером, тогда, конечно же, мы фактически в каждой должности напишем, что знание там офисного пакета программ, мнение, работать с оптехникой, потому что, ну, если я каждому буду рассказывать, что есть такое понятие, как попировальная техника и принтер, ну, а как даже работать. Поэтому, посмотрите, первый шаг обязательно руководитель подразделения, руководитель компании, который открывает наборы, если вы хотите, чтобы действительно вакансия была заполнена качественно, необходимо самому продумать и составить профиль компетенции. А уж где разместить, как объявление, это уже не наша задача, это работа кадровой службы, службы управления персоналом. Но если мы им не скажем, какой это должен быть человек, а ведь посмотрите, пожалуйста, это еще и личностные характеристики, это ценности. Если я знаю, что в моем подразделении у меня люди работают удаленно, то это готовность самостоятельно принимать решения. Если они работают под началом, и у меня регламентирована у нас своя типология интерпретации, то это готовность работать в жестких рамках, то есть в рамках строгих инструкций. То есть это очень много личностных характеристик, и их необходимо в профиле компетенции указать. Коллеги, скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть примеры, я кому-то могу прямо в рамках нашего вот сейчас курса, сегодняшнего занятия помочь, вот если назовете должность, опишите, чем занимается составить такой профиль компетенции. Есть ли желающие? Да. Менеджер что? Менеджер что? Открытие розничных магазинов. Розничных магазинов. За что он отвечает? Мы начинаем с результата. Каков результат его работы? Ему надо найти место и открыть магазин. То есть он запускает полностью разрезов, то есть ему нужно найти точку, нанять персонал, там поставщики, товары, он определяет. То есть посмотрите, наш результат, это магазин готовый к приему покупателей, укомплектованный профессиональными кадрами и укомплектованный товаром, который пользуется спросом. По оптимальным ценам еще добавилось. Вот теперь посмотрите, какие у нас будут действия. И важно, чтобы вы действия расписали с самого начала. Первое, состав, скорее всего, дается некий дизайн-проект представления магазина. То есть это у нас на входе у специалистов, не он генеральный директор. Соответственно, ему нужно найти подходящее по параметрам площади, опять же, с точки зрения проходимости, место. Это первое действие. Далее, провести переговоры, заключить договор аренды или купить? Договор аренды. Далее, опять же, провести переговоры, укомплектовать необходимым оборудованием. При этом параллельно идут переговоры по найму персонала. И я так понимаю, параллельно по закупке товаров, чтобы укомплектовать. И далее, когда все три места мы получили, то есть оборудование, персонал, товары, мы производим инструктаж, то есть все это состыкуем и, собственно говоря, открываем магазин. А теперь давайте вот на примере одного действия разберемся, а какие знания, умения, навыки, вообще характеристики должны быть у данной личности. Первое. Так как он сам это все делает, то эта готовность работает самостоятельно, то есть определенный уровень креативности. Это не человек, мы дальше будем говорить о метапрограммах, нацеленных на соблюдение процессов. Вот вы мне распишите, что сделаете, я сделаю, исполните. Это человек, способный сам анализировать и принимать решения. Ведь ему, проанализировав несколько точек, предстоит выбрать и нести за это ответственность. Поэтому в первую очередь этот человек готов к самостоятельной работе и нести ответственность за нее. Второе, посмотрите, пожалуйста, это знание всех вот этих материалов. Знание особенностей аренды, знание особенностей товаров, знание, опять же, психотипов. То есть осуществление каждого действия по подбору, будь то оборудования, товара, требуется знание. И так как этот человек у меня работает самостоятельно, то это не просто знание, но знание, подтвержденное опытом. Обязательно. Так как это самостоятельная работа. После института упустить собственное плавание я могу, если есть с кем проконсультироваться, спросить, а как здесь, а как тут. То есть кто-то осуществляет надзор. Если это самостоятельная работа, то требуется навык. Далее, посмотрите, пожалуйста, так как нам, видите, посмотрите, например, даже на одной компетенции, вот набор персонала. Это не только знание, то есть умение составлять те же самые компетенции, проводить, размещать объявления, либо работать с рекрутинговыми агентствами, проводить собеседования, оформлять кадровые документы и так далее. И только когда вы вот все эти действия опишите, каждому действию вы можете написать, а какие знания, умения, навыки для этого человека важны. Если говорить о личностных характеристиках, то этот человек, чуть позже я буду говорить сейчас, у меня эта программа, это первое, нацелено на самостоятельную работу, это я преференции. И второй момент, это обязательно нацелено на результат. То есть он выдал результат, он получал вот это удовольствие. То есть его задача довести и этот результат получить. Коллеги, так будет всегда, независимо от того, какую должность вы описываете. Даже если мне нужен на дачу копальщик земли, опять же, какой я хочу результат? Хочу я просто вскопанную дачу? Или я хочу дачу распланированную, вскопанную по правилам, по современных технологий, с учетом там дизайн проекта, кто проектирует? Ландшафтный дизайн, ландшафтного дизайнера. Так там мне нужен не просто тот, кто умею копать, не копать, а нужен человек, умеющий читать планы ландшафтного дизайна. То, что он видит, тут цветы, тут, ну, это предполагаю, здесь поглубже надо вскопать, здесь поменьше, здесь удобрить, здесь неудобрить и так далее. Понимаете, появляется, если мне нужно просто вскопать, то это одна история. Если мой результат не просто вскопанная там на глубину 15 сантиметров земля, а вскопанная согласно плану ландшафтного дизайна, то специалист мой должен уметь читать такие планы, знать, какие там глубина вскопки обработки требуется для разных там культур, ну и так далее. Поэтому всегда посмотрите, не просто компетенция, а как мне вот думается, а результат, действие и только потом компетенция. Это первая обязательная фишка. Без нее все будет напрасно, сколько бы кандидатов вы не привлекли, потому что они будут приходить другие, незаточенные под вас. Второй момент. Как только компания, то есть ваш кадровик, либо специалист по управлению персоналом, в зависимости от того, насколько вам повезло, опубликовал данную вакансию и начали обращаться люди, то мы с вами теперь, посмотрите, пожалуйста, готовы проводить интервью. И хочу обратить внимание на структуру интервью, потому что, опять же, работая со многими компаниями, в опыте сталкиваюсь с самым разным, начиная от того, что одни компании там всегда проводят стресс-интервью, то есть сталкивались, да, но наслышанным. Вы знаете, сказать честно, я не сторонница таких интервью, за исключением, если мне нужен человек на передовую. И я знаю, что у нас настолько все плохо, что у меня клиенты валят с претензиями прям очередью, и мне нужен человек, готовый оборонять компанию от всех их. Тогда да, тогда это будет стресс-интервью, потому что это будет профессиональный критерий, компетенция. Во всех остальных случаях это не нужно. Вы отпугнете кандидата. И вторая крайность, когда интервью превращается в презентацию компании, когда мы говорим, ну это, знаете, бывает, увидели хорошего кандидата, и не сколько о нем, сколько о себе. Ой, приходите, у нас так хорошо, да я сейчас вам покажу, и показываются только хорошие стороны компании и умалчиваются, к сожалению, о негативах, которые имеют место быть везде. Так вот, посмотрите, моя практика показала, что интервью, структура интервью, позволяющего добиться максимальных результатов, выглядит следующим образом. Первое, это как продажа, а фактически это продажа. Вы знаете, я часто люблю сравнивать, что трудовой договор это фактически аналог брачного контракта. Ведь, вдумайтесь, мы на работе как минимум проводим 8 часов в день, мы своих любимых, и на раз видим, меньше, чем мы времени проводим на работе. И поэтому подойти к отбору сотрудника, так и сотруднику, к отбору компании, нужно очень ответственно. И чтобы построить действительно отношения, а не разводиться каждый год, отношения на долгие годы, отношения, которые будут приносить плоды свои, этих результатов. Поэтому, посмотрите, установление контакта, оно нужно нам для того, чтобы позволить кандидату действительно раскрыться. Потому что если, ну это всегда стресс, прийти в незнакомое место, к незнакомым людям, очень важно дать ему освоиться. Как правило, это могут быть соблюдения бизнес-этикета, разговоры, как я говорю, ни о чем, о природе, погоде, как добрались, быстро ли нас нашли, погода сегодня замечательная, возможно, предложение чай, кофе, то есть разговор ни о чем. Хорошо, это буквально занимает, ну, одна-две минуты, это позволяет настроиться на кандидата, ему на вас, вам на него, расположиться удобно, осмотриться. Далее, посмотрите, пожалуйста, для того, фактически, это продолжение первой стадии, стадии установления контакта, я рекомендую начать, чтобы вот углубить эту связь и расположить кандидата, и тем не менее, уже начать получать о нем информацию, это, посмотрите, завести разговор о компании. И вы знаете, на мой взгляд, очень хороший результат показывает такой вопрос, как, а что вы знаете о нашей компании? Вы знаете, такой невинный вопрос, на который фактически нельзя дать социально желаемого ответа, показывает, насколько кандидат готовился. То, что одно дело, вы знаете, ничего не знаю, это, ну, вы прочитали вакансию, вы поленились зайти на сайт и посмотреть. Это уже, как минимум, говорит о неактивности, неспособности, вот креативности самостоятельно. Первый момент. Второй момент. Если кандидат знает о компании, то насколько много? Скорее всего, он будет рассказывать не все, что знает, а говорить именно о значимых вещах, то есть, что его впечатлило. Посмотрите, если начинать разговор, вы знаете, я знаю, что компания на рынке уже существует 200 лет, и основным ее, я понимаю, что для кандидата важны вот эти долгосрочные. Потому что одно дело, когда он говорит, что это известный бренд, то есть то, что будет стоять на первом месте, на самом деле, это уже первичные данные о системе ценностей. Но посмотрите, пожалуйста, здесь хочу обратить внимание, что важно уметь слушать, и то, что мы слышим, позволяет нам формировать гипотезы. Но гипотеза и факт – это разные вещи. Пока что это только наша гипотеза, которую мы можем формировать и далее задавать вопросы на уточнение. Сколько кандидат знает о компании? Опять же, на какие факты он обратил внимание? То есть, может, он как раз-таки говорит, ой, вы знаете, у меня работают там, может быть, знакомые, там, отзывались ли у меня знакомые, коллега. Это уже о многом говорит. Понимаете, что человек знает о структуре нашей компании, знает наверняка о микроклимате, это уже легче, если кто-то из знакомых. Если есть рекомендация, а иногда, знаете, бывает, вы знаете, я работал в какой-то компании, а мы с вами сотрудничали. Опять же, я читал, сталкивались на выставке. Это уже будет говорить об активности. И тем не менее, это нейтральные вопросы, которые ничему не обязывают. Они помогают кандидата разговорить, создать, опять же, благоприятную атмосферу для общения. Это, опять же, буквально две минуты. Но, опять же, в зависимости от того, насколько полна инфа, две-три максимума минуты. А вот теперь мы готовы с вами перейти к, собственно, интервью. То есть уже интересоваться тем, а есть ли у кандидатов, что нам нужно. Коллеги, вот здесь хочу обратить внимание, что нет кандидатов хороших или плохих. Так же, как и компаний хороших или плохих. Есть кандидаты, не подходящие этой компании, так и компании, не подходящие к этому кандидату. У нас разные требования к знаниям, а у него эти знания. То есть каждый человек, он может найти свое место. Поэтому не будем говорить о негативе, а говорим, наша задача выяснить, насколько мы друг другу подходим. Мы говорим так же, как и в браке. Поэтому посмотрите. Для того, чтобы составить наиболее точное представление о кандидате, рекомендую в интервью использовать разные методики. Это может быть непосредственно вопросы, чередоваться с кейсами, с практиками, с практиками, с исследованиями, с анкетированиями. То есть разные методы, которые помогают нам самым наилучшим образом получить полное представление о нашем кандидате. Второе. Помимо того, что методики должны быть разнообразны, имеет смысл чередовать темы, вопросы. Не надо идти поэтапно. Вот сначала я выясню всю-всю-всю вашу биографию, потом ваши круговые навыки, потом и так далее. Чередуйте. При этом очень, если есть вопросы, которые для вас важны, но при этом на них велик риск, что будет даваться социально желательный ответ. Ну, посмотрите, уж если спросить напрямую, а готовы ли вы нести ответственность, то здесь с 99% вероятностью кандидат даже не взмысляет, что, ну, конечно. Понимаете? Поэтому, если у вас в интервью есть такие вопросы, то рекомендую делать дубли по ходу разговора с разных сторон один и тот же вопрос обыграть. Далее, посмотрите. Конечно же, в интервью должен быть темп. Этот темп поддерживаете вы. И если мы чередуем методики, чередуем темы, и у нас есть дубли, если действительно кандидат дает социально желаемый ответ, вопрос времени, когда он проговорится. А мы сейчас скажем, на что обратить внимание. Эти проговоры, они будут. Теперь посмотрите, пожалуйста. Так, как, да. Нет, в данном случае темп должен быть, действительно, темпа. Вас достаточным для ответа вопроса идем дальше. То есть разговариваем, меняем, так, анкетку мы заполнили. А давайте теперь с вами поговорим. Ой, как здорово. А еще, вы знаете, давайте попробуем поработать. А как вы думаете? То есть отвлеклись, но темп не должен останавливаться. Дело в том, что чем больше у человека появляется, ну, уж если честно, на самом деле это один из способов манипуляции, заговорить. Человеческий мозг требует отдыха каждые 7 минут. Если в течение 7 минут не было паузы, более 40 секунд, мозг начинает выдавать первые реакции. Ну, уж если по-честному. Далее, посмотрите, пожалуйста. Так как мы с вами тоже люди-человеки, и запомнить все, ну, если, конечно, вы не специально обученный агент там какой-нибудь службы, то, конечно же, ваша память тоже имеет емкость. Поэтому рекомендую интервью записывать. Что это будет? Аудиозапись. Ну, чаще рекомендую, на самом деле, с этим сложнее. Необходимо спросить, согласие. А вот фиксировать на бумаге ответы на поставленные вопросы. Причем это не означает, что дословно. Вы поставили некий... Вы-то знаете, какие вопросы, вы будете спрашивать. Важно планировать это интервью. Таля, пожалуйста, ставьте... Что вы ставите, галочки, звездочки, крестики, нолики. Одному вам понятен символ, но главное фиксируйте. Опять же, иногда бывает, кандидат говорит, у меня возник вопрос. Я отметила некую нестыковку. Я пометила ключевое слово, чтобы вернуться к этому еще раз. Чуть позже, после перерыва, когда мы поговорим о другом, я снова к этому вернусь. Поэтому обязательно фиксируйте. Это помогает. Чаще всего, ну, как минимум, это в неком ежедневнике вы себе фиксацию интервью делаете. Если есть возможность делать аудиозапись интервью, пожалуйста, спросите вначале. У нас кандидаты заполняют там согласие на обработку данных. Спросите согласие, не против ли он, чтобы вы записали. Знаете, я называю прием подорожек. То у меня, знаете, такая память. Обязательно, что-нибудь важно, я вас забуду. А ведь вдруг именно это окажется решающим при приеме вас на должность. И при интервью, я уже это проговорила, коллеги, важно помнить, чтобы не наделать ошибок, не навешать ярлыков. Смотрите, пожалуйста, прошлое – это не равно будущему. То есть, если есть успешный опыт, это не факт, что в будущем этот успешный опыт будет продолжаться. Пока что, да, мы говорим, вероятность такая выше, если этого опыта нет. Но это не факт, это не равно будущему. Так же, как и ваше предположение, которое мы сейчас будем делать на основе анализа, будь то метапрограмм, либо поведение, либо решаемых кейсов, это, опять же, предположение, которое нужно подтверждать. Про интервью мы сейчас поговорим подробнее. Я обратила внимание на те факторы, которые, на мой взгляд, имеют наибольшее значение. И вот после того, как вы выяснили то, что интересует вас, нужен четвертый этап. Дайте возможность кандидату задать вам вопросы. Так и спросите, возможно, у вас есть вопросы, или, возможно, у вас появились вопросы, а может быть, осталось нечто, о чем я вам не рассказала, вам хотелось бы это знать. Коллеги, вопросы кандидата – это тоже важный критерий, о чем человек спросит в первую очередь. То ли это вопрос о зарплате, то ли это вопрос о должностных полномочиях, то ли, а как обстоят дела в этом отделе, выполняет ли сотрудник на должности, или что случилось с предыдущим сотрудником с этой вакансией, будет ли у меня возможность преемственности. На самом деле, по этим вопросам вы тоже можете судить о кандидате, о чем он спрашивает. Ну и посмотрите, пожалуйста, если четыре этапа, на мой взгляд, в структуре интервью – это обязательные факторы, то пятый появляется в том случае, если кандидат вам приглянулся. Если вы склоняетесь в сторону того, что вы готовы его рассматривать, далее пропустить следующий этап, тогда необходимо сделать рекламный этап, это в случае вашей заинтересованности. Позвольте, так как я ответила на ваши вопросы, рассказать вам о компании чуть подробнее. И почему рекламный этап? Мы рассказываем о тех преимуществах, которые наша компания даст дополнительно компетенциям. Коллеги, и вот наши коллеги спрашивают, о чем говорят разные ответы на дублирующие вопросы. Коллеги, говорят о том, что в одном случае кандидат слукавил, и необходимо выяснить, в каком именно, то есть посмотреть на другие факторы. То есть, значит, я буду, посмотрите, если это незначимо, то есть не нужен мне человек с иностранным языком, в одной версии он сказал, что в школе проходил английский, а в другом говорит, что разговаривает на немецком, то я просто могу прямо спросить, означает ли это, что владеется там двумя языками, и могу вообще не обратить внимания. А если это фактор, который имеет отношение к компетенциям, если я беру на работу секретаря, а у меня приезжают делегации, не важно, чтобы человек хорошо владел там тремя языками, то тогда это тот вопрос, который я буду проверять. Первое, если это важная компетенция, попрошу представить документы, проведу там кейсовое интервью, то есть на возможность проверки навыка и так далее. Вы знаете, дело в том, что человек мог оговориться, поэтому посмотрите, пожалуйста, гипотеза – это не факт. Пока что у меня появился знак вопроса, на который я буду искать ответ. И если, вот как раз-таки, как Любовь Филимонова спрашивает, разные ответы, ребята, это не значит однозначно негатив, это означает у меня теперь знак вопроса, я это еще уточню. Потому что, поверьте мне, когда проходишь интервью, можно оговориться. Человек, поверьте, мне тоже волнуется. И нужно быть, ну, действительно таким сухарем, чтобы не испытывать ни малейшего стресса. Итак, это этапы структуры интервью, которая позволит нам получить максимум информации о нашем кандидате. А теперь давайте посмотрим один из интереснейших вопросов нашего сегодняшнего семинара. Это такое понятие, как метапрограммы. Если вы это слово слышите в первый раз, то это то, на что рекомендую обратить внимание. И в поисковиках забить это слово. Слово модная информация. Много из российских исследователей на эту тему самый полный труд у автора Светланы Иванова. Надо отметить, ну, Светлана Иванова вообще самый титулованный чар в России. У нее много книг на эту тему. Поэтому посмотрите. И, конечно же, зарубежные авторы, они также занимаются данным вопросом. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Метапрограмма – это устойчивая характеристика личности. То есть не бывает так, почему мы их и будем оценивать, потому что они не меняются, что сегодня я вот такая, а завтра я вот такая, такая непостоянная, ветреная. Нет, на то, чтобы метапрограмма у человека изменилась, а это его поведенческие характеристики, это его мотивационные характеристики, это возможность узнать, а как он принимает решения. Так вот, посмотрите, чтобы метапрограмма изменилась, а я сейчас покажу шкалы, от одной шкалы к другой уходит не менее трех лет. Поэтому, если я провожу собеседование сегодня, то ближайшие два года, как минимум, человек будет руководствоваться вот этим постулатом. Либо должно произойти сильное эмоциональное, опять же, потрясение, случится, ну, такие сильные события в жизни человека, то есть это просто так не меняется. Это не телевизор, который можно пультом переключить, с кинокомедии, на драмы. Человек – существо цельное. Давайте посмотрим, какие они бывают и как их оценивать. Коллеги, тема нашего семинара «Неметапрограмма» и целые курсы, посвященные, это глубокий вопрос. Я сейчас о них упомяну для того, чтобы вы понимали, а почему вам важно их знать. И обратите внимание, недаром я начинала с вопроса составления профиля компетенции. Так вот, желаемые метапрограммы вы должны указать в своем профиле. А человека с какой ориентацией вы хотите видеть. И посмотрите, пожалуйста. Первая метапрограмма – это стремление избегания. Что это такое? Это слышно фактически сразу, если вы будете внимательны к интервирусу. Посмотрите, в одном случае человек говорит, «Для меня главное, чтобы зарплата была вовремя». Это стремление. А другой скажет, «Для меня главное, чтобы не было задержан». Это избегание. Опять же, в работе с поставщиком мы начинаем говорить, а что для вас важнейший критерий? Вы знаете, для меня важно комфортность рабочего места там, сотрудник там, хороший коллектив. А другой говорит, «Ой, знаете, ну, лишь бы конфликтов не было в коллективе». Понимаете, вот это избегание метапрограммы. Почему это важно? Дело в том, что человек, который, у них будет разная мотивация, когда вы будете мотивировать. И если одному вы будете обещать, если ты сделаешь вот это, ты получишь вот это. То есть за выполнение данного объема премия вот такая. Это как раз-таки стремление. А избегание – это наоборот. Случаи невыполнения тебя лишат. А вот это, вот это, вот это. Ты не получишь. Это разные вещи. Это очень важно. Вот как раз-таки с должностью человека, который у нас отвечает за развитие, за открытие новых магазинов, мне не нужно избегание ошибок. Мне нужно стремление, чтобы… Потому что мне нужен результат на 5. Потому что цена его ошибки потом скажется, будет сказываться долго. Поэтому, когда я буду составлять профиль компетенции, я напишу, что мне нужен человек с метапрограммой стремления. Это слышно на самом деле. Даже, знаете, можно на отвлеченные вопросы. Слушайте, а вот как вы давно были в отпуске? Да, вот только ездил. Там такой классный интерьер. А как вы его нашли? Один говорит, ну вы знаете, я просил всех знакомых, нашел там надежное там агентство, нашел хорошее место. А другой, ой, вы знаете, я искал там отзывы, смотрел, чтобы не было плохих отзывов, чтобы не было вас это испекание. Даже, вот понимаете, можно задать нейтральный вопрос мне о работе. Вот здесь человек не будет давать социально желаемый ответ, потому что, ну это его личный отпуск и так далее. Это слышно. Он боится. А? Он боится. Он избегает юношной рамки, да. Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Но вот если мы будем говорить о должностях, которые жестко регламентированы, то мне нужен человек, который не сам принимает решения, а идет по коридору. Тогда мне нужен вот как раз-таки, да, не тот, который стремится к результатам. Мне надо, вот, ты делай, у тебя есть рамки от сих до сих, и не надо мне самостоятельности здесь. Это важно. Поэтому посмотрите, когда мы описываем должность, мы в том числе можем упомянуть эту метапрограмму. Говорю, это я сейчас на пальцах. О ней, как вы понимаете, материал намного глубже. Это я для представления, чтобы вы понимали, что есть вот такие уже научные разработки, подтвержденные, которыми грех не пользоваться. Далее, посмотрите, при оценке к работе, в отношении к работе, для того, чтобы подобрать идеального кандидата, который подойдет с вами, будет на многие годы радовать вас, а вы его, это тип референции. Тип референции на самом деле их всего два. Это внутренняя, внешняя. Внутренняя я нацелена на себя, внешняя я нацелена извне. В чем это проявляется? Посмотрите, пожалуйста, референт с внутренней, с внутренним типом референции, когда вы спрашиваете, вы нафига слышали рекрутеры, часто спрашивают такие вопросы, расскажите о кампусах, о достижениях на предыдущих местах работы, или наоборот, о какие были промахи, почему это служилось. Вот внутренняя референция, этот человек рассказывает об успехах. Я разработал вот такую-то модель, которая была применена там-то, она мне принесла то-то, речь идет о я. Кандидат на внешнюю референцию, он чаще говорит об оценке его другими. Вот даже, посмотрите, пожалуйста, он будет чаще употреблять мы и будет говорить, что компания меня оценила, компания мне позволили, сотрудники были благодарны. То есть он зависит от оценки окружающих. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, когда мы с вами будем, опять же, с точки зрения мотивации обращаться к сотрудникам с разным типом референции, то к сотруднику с внутренней референцией, то есть я, будем прощаться, я понимаю, что никто лучше тебя не решит данную задачу. Или только ты сможешь решить данную задачу. Тут избегать нестремления, но вот плюс у меня, вот это я. Если же мы говорим о внешней референции, то я скажу, ваша часть работы позволит подрасти ли мне, закончить там работу в срок. То есть я говорю о том, что это даст коллективу, как это будет оценено, востребовано коллективом, оценено и так далее. Опять же, это фактически определяется зависимостью от окружающих. Если мне нужен командный игрок, которому важно мнение окружающих, умение находить общий язык, который готов поменять свою модель поведения, если он не подходит в команде, то я буду искать тип референции внешнего, чтобы человек озирался на мнение. Если, опять же, он работает у нас сольно, это одиночка. Для открытия магазина он сам выехал, и сам одно дело выезжает команда, и каждый занимается своим делом, один кадр принимает другой. Тогда мне нужен командный игрок. В вашем случае, раз он один решает, мне нужен игрок-одиночка, он сам принимает решение и несет за это ответственность. Посмотрите, для рабочих, опять же, признаков, может быть метапрограмма, процесс-результат. Тоже очень важно. Посмотрите, нацеленный на результат, а им важен именно итоговый результат, а процесс не конкретно важен, факт получения удовольствия во время выполнения, даже о том же в отпуске. Один говорит, я съездил в отпуск, это позволило мне накопить силы выйти на работу отдохнувшим. Другой рассказывает, когда я был в отпуске, и море шумело, и воздух был чистый, понимаете, он получал удовольствие в процессе, ему не, вот сам результат, да, он есть такой же. Они отпуск провели одинаково, но один сосредоточен на том, что ему это даст, второй сосредоточен, что это ему дает прямо сейчас. Поэтому посмотрите, опять же, в случае с нашим менеджером по развитию, по открытию магазинов, мне нужен нацеленный на результат. То, что если это будет процессник, он может затянуть. Ну, понимаете, ему комфортно в этих переговорах, да, это здорово, что ему нравится процесс, но вот факт результата, вы знаете, у этих людей удовольствие, то есть фактически гормоны нашей эндорфины, они вырабатываются при разной, это особенности нейронных связей мозга. Один получает удовольствие, сделал дело гулять смело, галочку поставил напротив смело, есть кайф, возьми пирожок с полочки. А у второй категории, вот эти эндорфины, он получает в процессе. И посмотрите, пожалуйста, поэтому для одного важно, вот они, кстати, больше тяготеют, нацеленный результат к планированию, это, кстати, они зачастую вот именно поклонники тайм-менеджмента, будь то бумажного, электронного, потому что ему нужно, чтобы по графику, они часто любят пословицу, готовь сани летом, а телегу зимой, потому что им нужен предсказуемый результат. И вы знаете, из личных наблюдений, накопления личные, им даются легче, они быстрее накапливают. Вы знаете почему? Они поставили себе цель, там, хочу накопить на машину, для этого мне нужно откладывать 50 тысяч в месяц. Он вложил галочку, и он понимает, я потом получу удовольствие, у него сейчас кайф есть, хотя удовольствие будет потом. А вот процессник, он отложил эти 50 тысяч, но для него мир полон искушения. А в ресторанчик сегодня хочется сходить или те самые туфельки. И процессники, они чаще в эту заначку залазят. Я не говорю, что они не накопят, они накопят, но чуть позже, потому что, а если накопят в одно время, поверьте мне, далось им это тяжелее, потому что для них мир полон искушения. Что это дает в работе? Иногда мне нужно, чтобы человек готов был следовать плану, а иногда важно именно, понимаете, важно, чтобы человек получал процесс, удовольствие именно от самого процесса, потому что это может быть некая рутинная работа, повседневная работа, которая будет и за дня в день, и результат может быть не сразу. Это там техподдержка и так далее. Тогда мы будем выбирать человека с разными. ориентациями. Коллеги, на самом деле, метапрограмм намного больше. Их порядка десятка, но это не означает, что все они вам нужны. Рекомендую ознакомиться с этим материалом и при составлении описания вакансий обратить внимание вашего, который будет проводить первичное интервью, соискатель, с каким видом метапрограмм вам нужен. Потому что, и это зависит, первое, от выполняемых обязанностей, должностей, то есть, второе, зависит от среды, то ли он у меня будет соль на работу, то ли в команде. Потому что одни и те же функции можно делать в разном кругу. Третий момент – это от стиля общения принятого компанией, атмосфера. Потому что, то ли у нас принято делиться и общаться, то ли у нас принято, каждый отвечает за свой результат и так далее. Поэтому здесь нет, то есть, есть компетентные, вот метапрограммы, которые привязаны к должности, а есть метапрограммы, которые будут привязаны к стилю поведения, стандартам, внутренним, личностным вашей компании. И их нужно рассматривать сейчас, а не потом. И посмотрите, пожалуйста, следующий момент, который хочу обратить, на который хочу обратить внимание, такая тонкость интересная, как пропозиции или контекст. Я сейчас приведу пример, вы сразу поймете о чем. На самом деле, речь человека рассказывает о нем намного больше, чем он сам думает. И в качестве примера, опять же, в открытых источниках, в специальной литературе очень много материалов на этот вопрос. Приведу самое популярное. Например, лишние слова. Посмотрите, казалось бы, простейший вопрос. А проходили ли вы курсы повышения квалификации после окончания вуза? Что ответите? Да. Да. Что ответите? Что ответите? Не однажды. И не однажды. Что ответите? Регулярно. Регулярно прохожу. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, коллеги, на самом деле, вот эти ответы, они уже позволяют судить, даже с учетом того, что вы уже слышали тему. Посмотрите, если я задаю на собеседование, все зависит. Ведь, посмотрите, я не просто задаю вопрос поболтать. Если, например, у меня есть вакансия, фото-гипа, которая работает в сфере меняющихся технологий. Ну, может быть, это у меня инженер-конструктор, а там, ну, вот, новые данные. Может быть, это IT у меня инженера, мы все время добавляем новые программы, мне нужна готовность человека к обучению, к повышению квалификации. И я задаю такой вопрос, не из праздного любопытства. Посмотрите, один ответит, да, проходил курс какой-то, курс какой-то. Это нейтральный ответ. Посмотрите, другой ответит, да, прохожу регулярно. И я понимаю, что для этого человека вот это слово регулярно, оно лишнее. Я понимаю, что регулярно для него это норма. Он это подчеркнул. Он считает. Другой скажет, ну, конечно, я за последние 20 лет целых два раза. И вот это слово целых говорит мне для того, что человек это нагрузка, для него это стресс, это подвиг проходить эти курсы. А другой наоборот скажет, ой, вы знаете, ну, тут такой занят, тут занят, тут переезд, тут и все, поэтому за последние два года только вот 10 курсов прошел. Я понимаю, он живет там. Нужно ли мне такое? То есть, если мне нужна золотая середина. Поэтому это лишние слова, которые позволяют нам судить. можно вернуть на минутку предыдущий слайд. Да. Юля, что с ним? Что прокомментировать? Юля, ага, все, идем дальше. Итак, первый пример, вот эти лишние слова, и их на самом деле, ну, на любой вопрос можно услышать. То есть, есть неправильный ответ сообщения факта, и есть вот как раз-таки вот эти лишние слова. Если мы дошли уже с вами до кейса, то посмотрите, пожалуйста, аналогичную роль имеют, Юля, слайды будут, имеют лишние действия. Ну, посмотрите, например, я говорю будущему руководителю, которого от разделения беру на работу. Представьте, вы вступили в должность, и ваша задача произвести сопрощение, к сожалению, сотрудников. Это будет ваше первое действие приступление в новую должность. Сократить нужно наименее результативное. Объясните, расскажите, что вы будете делать. И вот смотрите, пожалуйста, акцент я на чем сделала, что нужно сократить наименее результативное. Нейтральный ответ будет, произведу замер результативности, проранжирую, и, соответственно, сокращу тем, кто вот вышел, там нужно оставить пять за пределы нужного количества. Вот, посмотрите, лишние действия часто бывают, когда говорят, ну, поговорю с людьми, произведу личные оценки, разберусь. Зачем? Опять же, ситуация, если мне нужно, чтобы сотрудник умел быстро реагировать, опять же, если это ответственность за других людей, представьте, ваш сотрудник, если я беру начальник отдела продаж, задачу которого разруливать, в том числе, различные ситуации, сложные с клиентом. Представьте, вы получили жалобу от клиента, который сказал, что сотрудник был с ним груб, что вы сделаете? Один будет говорить, произведу разбор ситуации, накажу сотрудника и так далее. Второй будет рассказывать, но я спрошу у сотрудника, почему он так поступил? А какая, то есть в одном случае ты его оправдаешь, или сотрудник опоздал на работу? Вот, но я уточню у него, то есть я понимаю, что если мне нужен результат, это одна история, в данном случае это лишние действия, которые делает человек. А поговорить, то есть, ну, как правило, вот они достаточно часто, выяснить причину, если совершена ошибка, и твоя задача сейчас примять меры, то какая разница, какая была причина, если это личностная причина, не технологическая. Я спрошу, а что его побудило? Если мы видим хамство клиенту, какая разница, какие мотивы были у сотрудника, это нарушение дисциплины. Далее, посмотрите, пожалуйста, это могут быть слова-проговорки. Это вообще болезнь. В русском языке очень много, и зачастую они говорят о кандидате больше, опять же, чем он хочет о себе рассказать. Это слова, как правило, неопределенного, ну, вот в других языках мы бы сказали артикля, но у нас есть неопределенные местоимения, прилагательные, наречия. Ну, посмотрите, когда я говорю, вы готовы выходить на работу, там выходные? Один говорит, человек готов, второй говорит, нет, не готов, возможно, приводит к агментации, это неправильно ответы. А другой говорит, ну, в принципе, я готов. Что значит в принципе? Это означает, здесь есть оговорки, то есть в некоторых случаях готов, в некоторых, и вот оменис, это знак вопроса, то есть мне, значит, нужно сейчас будет выяснить, в каких случаях готов, в каких не готов. Это означает, над этим нужно работать. Опять же, это лишние слова-проговорки, например, возможно. Опять же, ну, это возможно, по совместности, я говорю, возможно, это опять же проговорка, то есть вы рассматриваете эти варианты, но вы в этом не уверены. И вы мне сказали сейчас намного больше, хотя кандидат имеет полную уверенность, он сказал, да, возможно, я готов рассмотреть это. То есть вот эти вот возможно, это будут проговорками. Либо, посмотрите, пожалуйста, проговорками могут быть не только отношения к той или иной ситуации, но и приведение дополнительной информации. Ну, например, когда в переговорах с клиентом клиент просит скидку, он может быть, ну, вообще-то мы предоставляем два вида скидки, ну, вот у вас такая, вот вы мне сейчас сами справитесь, а вторая, какая, вторая, в каком случае предоставляется, это слово два, это вы проговорились, хотя бы о нем не говорили. Или бывает несколько вида скидок, в вашем случае вот такая-то, а расскажите мне об остальных. То есть вот эти вот проговорки, они очень важны. Коллеги, и пропозиции вот этими вот фразами, фразами, они их можно, если их умеете считывать, они скажут вам о людях намного, намного больше. Интересуйтесь этой темой, расширяйте кругозор. И последнее, о чем я хотела рассказать сегодня, как раз-таки наш пятый пункт, это проведение кейс-интервью или ситуационных интервью. Если говорить о ситуационных интервью, это те интервью, которые зачастую, большей частью позволяют нам оценить зону МОЖ. То есть, а на что способен кандидат? Они максимально, как правило, приближены к реальной ситуации, и они могут оценивать разные зоны. Могут быть кейсы, проверяющие навыки. Это конкретные навыки. То есть, посмотрите, пожалуйста, если я беру на работу бухгалтера, то, пожалуйста, кейс. Вот вы получили вот такую-то накладную, покажите, пожалуйста, какую работу вы сделали, и как именно. Я мало того, что проверю знания законодательства, бухгалтерского умения работать с программой 1С, знания плана счетов и так далее, одним кейсом. То есть, потому как человек это делает. То есть, чаще всего, это проверка зоны навыков. Опять же, если это у меня конструктор, то, опять же, у вас есть какие-то данные, построите мне какую-то модель. Опять же, я проверяю его знания, навыки работы с программой и смотрю на результат. Если это у меня специалист по ремонту компьютеров, вот у вас такой ноутбук, выявите, выявите причину, я не только увижу, как он это сделал, сколько, я увижу, сколько времени он на это потратил и так далее. Посмотрите, пожалуйста, есть кейсы, которые позволяют проверять обучаивость, если вам это важно. В чем проявляются эти кейсы? Предварительно даются некие исходные данные. Возможно, опять же, вот бывает, что у нас в мегалитарном интервью происходило некий инструктаж, выданы некие, опять же, новые знания, а далее уже нужно сделать. Мы можем оценить, насколько кандидат готов использовать те знания, которые были получены ранее. Или он делает, как раньше. Есть кейсы, которые проверяют, опять же, стрессоустойчивость, вариативность, креативность, то есть, например, креативность, то есть кандидат предложил стандартное решение или он придумал нечто оригинальное, нестандартное, вариативность, он дал один вариант или рассматривает, если вот так, то вот так, если вот так, то вот так. Это, опять же, коллеги, не просто так, чтобы кейсы составить, А если мне нужен человек, который готов, ну, не дизайнер, например, который работает с клиентами, а дизайнер-покупатель у нас капризный, то мне нужна его готовность предоставлять несколько вариантов, то есть чтобы он умел это придумывать. Если при этом мне нужно, чтобы это было нечто нестандартное, не то, что как в журналах, да, несколько вариантов журналов, это круто, но если он готов создавать что-то свое, возможно, это для меня ценно, а может быть нет, можно только из наших материалов и только вот так, ограничивая его, тогда мне не нужна креативность. То есть, опять же, посмотрите, пожалуйста, кейсы позволяют нам оценивать умения, навыки и делать выводы, а есть кейсы, которые могут проверять модель поведения, будь то системы ценности, мотивацию сотрудника, они опять же проектируют, почему они кейс интервью или институционно, предполагается некая ситуация, то есть описание. Перед вами выбор, то есть такая-такая ситуация, что вы выберете, тысячу там долларов сейчас или, ну, некая рабочая ситуация, или вот, но, возможно, какие-то риски, или это позволяет нам оцениваться на что, на скобильность или на склонность к риску. То есть, и таких кейсов, опять же, много. Я не говорю о том, что вы должны уметь это составлять. Главное, чтобы вы знали, что это есть, и своему специалисту по управлению персоналом сказали, к этому интервью важно, к этому собеседованию прикрепить кейсы, которые позволят проверить вот это вот это. Опять же, если это вам нужно, не просто, чтобы, опять же, говорю, школу интервью пройти, а для того, чтобы измерить то, что нужно компании. Коллеги, к сожалению, время летит так, что вот, ну, я даже вас задержала, я бы еще долго и долго рассказывала, я та еще сказочница, вот, поэтому я перейду к грустному и тому, ради чего все это затевалось, о том, как создавать структурное подразделение, о том, как создавать структуру этого подразделения, как описывать бизнес-процессы, мы говорим на курсе руководителя структурного подразделения. Эти группы у нас идут ежемесячно, каждый месяц в разном режиме. Есть и будний утродень, это с 10 до 5. Есть и вечерняя группа, это 18.30, 21.30 для работающих. Есть и группы выходного дня, и открытого обучения. В нашем центре данный курс ВИКЛУ я, как вы помните, меня зовут Казахова Слава Васильевна, и Елена Александровна Шульга, потрясающий преподаватель, который с удовольствием поделится с вами опытом. Расписание вы видите, его же можно посмотреть на нашем сайте. Мне осталось у вас спросить, какие есть вопросы. И Юлия спрашивает, Светлана, видите ли вы мой вопрос? Любовь. Я отвечала как раз таки, о чем говорят разные ответы на дублирующие вопросы. Это может, они ни о чем не говорят, потому что здесь будут варианты. Либо соискатель лукавит, либо он заволновался и оговорился. Для вас это повод поставить знак вопроса и соментировать еще некую ситуацию, на которую вы сможете судить об ответе. Если есть факты, которые могут подтвердить или не подтвердить, ну, например, если это знание иностранного языка, то, опять же, диплом, в котором будет написано, либо свидетельство, либо, опять же, готовность поговорить на языке. То есть это знак вопроса, но это не означает, что это плохо, коллеги. То есть это только на основании интервью мы делаем гипотезы, ставим вопросы, которые будем далее повторять. Ну и в завершение, раз вопрос. Ребята, два аудитории, может быть. Есть вопросы? Да, у меня вопросы. Да. Вы сказали, кейсы составляют. В итоге кто делает? Это специалисты по управлению персоналом. Делаю подчеркивание, коллеги, не кадровый сотрудник. Есть кадровая служба, это человек, занимающийся кадровым документооборотом, это регламентировано. А есть специалисты по управлению персоналом, HR персоналы, которые как раз-таки занимают знание психологии, вот способов проведения интервью. Оно бывает ситуационное, это бывает, ну, они там самые разные. Это они делают. Ваша задача отправить запрос, сказать, что к этому кандидату мне нужно проверить вот такую-то компетенцию, прошу вас подготовить. Включить собеседование, чтобы говорить на одном языке с кадровым сотрудникам, вот с вашим HR. Ну, не просто, наверное, вопрос-ответ. То есть обратная связь в любом случае от HR. Это не так, как ты, вот у нас в организации отправляет запрос, подбинутый, и приходит человек, который, например... Стоп, 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 стоп. Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Сейчас, знаете, привожу пример на курсе руководства структурного подразделения, сейчас позволю себе повториться. Представьте себе, что вы... Вот есть вакансия, недавно я говорю, вот ездила, это один из крупнейших боков, в городе бывающих комбинатов. И у них была вакансия начальника транспортного цеха. Не думайте, что это какие-то виртуальные машины. Задача этого человека обеспечить логистику руды из карьера. В карьере она взрывается, это миллионный тонн. Нужно перевести на фабрику обогащения, где, собственно, фактически землю смывают, то есть смывают пустую породу магнитными притягивая. И задача этого человека 300 миллионов тонн, 300 миллионов, думайте, за эту цифру, миллионов тонн в месяц обеспечить логистику с карьера на фабрику обогащения. Там есть электровозы, есть специальная карьерная техника и так далее. Вот я не представляю, что вы разбираетесь в логистике, то есть у вас есть опыт, навык и так далее. И вакансия вас устраивает, люди хорошие, зарплата более чем. И вы были на собеседовании, мы говорим по рукам. И сегодня вы приходите на работу, я ваш директор генеральный, я ввожу вас в должность. И вот мы с вами заходим, подходим к дверям с надписью «Транспортный цех», открываем ворота, а там стоит 100 новейших, ну, будут патриотов Жигулей. Ну, хотите 50 Жигулей, 50 Мерседесов, седанов, пусть будут Жига даже, чего скажете? Ну, вы у меня спрашиваете, а что вам не нравится? Новый только скоттейр, а то предыдущий директор жаловался, что, ну, столье вот было. Мы специально перед вашим приходом, новый человек, новая техника. Все вот только скоттейр. Что вам не нравится? Несоответственно. 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 То есть вы понимаете, вот возвращаясь к описанию профиля компетенций, что вам нужен результат перевести, для этого вам нужны ресурсы, которые будут обладать определенными характеристиками. Там грузов, то, что, ну, сказать честно, при всей замечательности эта машина, она вас завтра утонет в этом карьере. Вам нужна грузов, объемность, вам нужна проходимость, то, что это было, и так далее. Так, коллеги, возможно, я скажу сейчас тиничную вещь. Для руководителя, подразделения, для руководителя компаний зачастую люди сильнейший ресурс, который позволяет решать задачи. Так если вам, как для руководителя, вот представьте, вы отдали заявку в отдел закупок, вы же не просто скажете, купи мне самосвал, а вы четко напишите, купи мне самосвал, вот такой подъемный, с такими машинами, с такими до 3, чтобы там был кондицент, то-то, то-то, пропишите, тип двигателя. А когда нужен человек, мы просто говорим, возьми мне инженера. Второй момент, вы наверняка скажете, когда найдешь, приди мне и покажи, из чего выбирает, то, что вам важно. Так почему же, когда мы относимся к подбору человека, возьми мне инженера, потом, ой, да мне никого взяли, а вы где были? Нет, вопрос именно в том, когда вы составляете все, как бы вы выбираете. Составили, а потом обязательно, как только будут кандидаты, пригласи меня. Я не видела ни одного HR, который бы отказался от помощи. Зачастую, руководители сами от этого собираются, а потом переводят в тревогу. Если вы подойдете, слушайте, я пришлют, когда рейтиндар, позаби меня, я тоже хочу посмотреть. Хорошо, посмотрите, может быть, вы кого-то сразу забракуете. Может быть, вы скажете, вот этого пригласи в первую очередь. Интересно, если вы видите опыт в аналогичной компании. Есть, опять же, не факт, но гипотеза, что он верит то, что вам нужно. Опять же, та задача HR провести на соответствие. Он вывел несколько кандидатов на итоговом собеседовании. Обязательно должны быть вы. Вы утверждаете, с кем работать. Это ваш ресурс. Вам решать задачу. Обязательно. Пока не увидите фотографию коммерческого предложения, ведь от поставщика, в котором написано, вот такая машина, какие-то характеристики. Вы же не подпишите в бюджет вашего кандидата. С людьми то же самое. С людьми то же самое. Нужно выбирать. А если вы не заявили технические характеристики, вам купили то, что подешевле, ну или то, что мне понравилось. А мне нравится же, когда вы в царе ездите, а вам руду возить, а вы не перевезете. И крайне будете вы по итогам первого месяца, когда не перевезете. А когда вы начнете оправдываться, а это мне отдел закупок не то купил, уважаемый, ты принял? Теперь вози. Так, и любовь заняла, что человек не подходит, как быстро и безболезненно. Смотрите, если я буквально через 10 минут поняла, что человек не подходит, как быстро и безболезненно закончить интервью. Коллеги, посмотрите, тут есть несколько способов. Я сторонница того, что в любом случае расставаться нужно красиво. Кто знает, как завтра жизнь сложится. И если вы видите, что, ну, во-первых, да, я запланировала какие-то кейсы. Я сделала два, я уже вижу, не подходит. Человек-то не знает, сколько у меня этих кейсов было запланировано. Два или десять. Я перехожу к третьему этапу. Возможно, у вас, четвертому, возможно, у вас есть вопросы. Замечательно. Да, я в... Тут, пожалуйста, скажите, что вот как раз таки, что безболезненно. Скажите, вы знаете, мы только объявили, конкурс на данную вакансию. Он у нас продлится до, там, например, 20-го числа. Пока что я ваши данные вношу в нашу базу данных. И если будет информация, я вам пересканю. Но это не означает, что вы не должны звонить коллеге. Если вы поняли, что кандидат не подошел, вы ждите, ну, пару-тройку дней, позвоните и скажите, что на данную кандидатуру, если вы еще даже не нашли, продолжайте. К сожалению, те, кто на ночь, которые прописаны, может быть, психотип, ваш кандидатуру не подходит. При этом я внесла в базу данных, если у нас будет вакансия, мы с удовольствием с вами свяжемся. Любовь? Я про то, чтобы не тратить ресурсы. Да, вот мы завершили тут 40 секунд. Но говорить все, спасибо, вы не подходите. Ребята, кто знает, что завтра будет? И такое бывает, и такое бывает. Поэтому, ну, всегда нужно достойно. Если у вас есть четкий фактор, о котором вы можете сообщить, сообщите. Вы знаете, для этой вакансии важно знание программы такой-то. К сожалению, вот как выяснилось, вы ее не знаете, я не обратила, возьмите ли вы на себя, я не обратила внимание, что это отсутствует в вашем вакансии, и не спросила по телефону, прошу меня извинить. При этом, если позвольте, я ваши данные сохраню, если нам нужны будут сотрудники без данного знания, ну, с удовольствием к вам обратиться. Ставьте дверь открытой. Ну, за исключением случаев откровенного хамства со стороны кандидата, тогда спасибо, до свидания. То есть бывают, крайне редко, но бывают такие случаи. Коллеги, и посмотрите, пожалуйста, последний слайд, на который хочу обратить ваше внимание. Как видели, курсы по структурному подразделению проходят в трех комплексах нашего центра, Белорусский, Каганский, Балманский. И вот сейчас вы на доске видите прямые телефоны до наших центров. То есть в случае заинтересованности, вы можете как на нашем сайте посмотреть информацию. Если вы хотели проконсультироваться с нашими специалистами, может быть, по расписанию, по удобству, по там стоимости, то, смотрите, слева телефоны, которые непосредственно попадут в центральный офис, ну и там послушаем музыку, сначала нас соединят. А это, если вы определились с комплексом, то вы из любой из наших трех комплексов можете позвонить напрямую, попадете сразу на живого человека, менеджера этого комплекса, который вам более подробно расскажет и про аудиторию, даже и про места, там спронировать можно и так далее, и тому подобного. А я благодарю вас за то, что вы вечером после работы не поленились и приехали, мне это очень приятно. А те, кто по ту сторону экрана, что вы подключились, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и, надеюсь, до встречи в центре специалистов. Спрашивали, где будет презентация на странице группы. Что это такое? Если вы регистрировались на сайте www.specialist.ru, то когда вы заходите в свой личный кабинет, у вас есть рубрика «Курсы». Наш, так как это семинар, он тоже попадает в курсы. Сегодня он будет в текущих, начиная с завтрашнего дня он будет в прошедших. И после названия семинара идет такая кнопка «Страница группы». Заходим на нее, я буквально сейчас нажму «Сохранить как» и туда прикреплю. Как правило, прикрепление проходит, ну так как оно через наш сервер, идет в течение часа. Если вдруг, завтра зашли, не увидели, вдруг, маловероятно, но вдруг там же на странице группы под моей фотографией есть моя электронная почта. Можно написать и сказать «Свеклана, обещали». Я извинюсь и исправлюсь. Ну а теперь, да, да, литературу. Посмотрите, пожалуйста, так как других авторов, их много. На самом деле, если идете, там нет программы, подбор персонала, выскочит много-много авторов, можете читать все-все. Но то, за что я ручаюсь, знаете, по какой причине? То есть там научные труды и, сказать честно, тяжелые для восприятия человека без подготовки, а не для HR. А Светлана, она пишет по-русски. И вот можете даже посмотреть, пока я буду собираться. У меня вот есть «Как найти своих людей». Есть, я слышу, что вы думаете на самом деле. Просто, чтобы посмотреть стиль автора. Насколько я знаю, в интернет-магазинах продажи есть. Ну, просто сейчас посмотрите, увидите, потому что, наверное, говорите, слов не ваш. Можете, я абсолютно буду рада, если вы почитаете. Считаю, что любому руководителю эта книга, в частности, я слышу, что вы думаете на самом деле, нужна. А вот «Как найти своих людей» – это уже бонусом. Это высший пилотаж. Коллеги, вот теперь запись. Останавливаю. Алексей, спасибо. Меня хвалят, говорят, что интересно. Мне это очень приятно. А запись я сейчас останавливаю и начинаю сохранять файл.